Шестиклассники и учителя Кировского экономико-правового лицея соревновались в заполнении налоговой декларации на скорость. Подобные деловые игры сотрудники управления Федеральной налоговой службы проводят на протяжении нескольких лет. На этот раз учителя смогли отчитаться за семь с половиной минут. Валентина Палкина расскажет подробнее. В заполнении декларации на скорость состязались 12 команд, в каждой по два человека. Команду педагогов представляли учителя русского языка и литературы, математики, истории, информатики, ОБЖ и МХК. За команду лицеистов сражались шестиклассники КЭПЛА, участники телепроекта для школьников по налоговой тематике «Кто спасет планету Калиата?». Интересно очень поиграть с детьми, посоревноваться. Кто же может быстрее заполнить налоговую декларацию? Потому что мы нечасто с ними встречаемся в обычной жизни и очень редко ее заполняем. «С учителями всегда трудно соперничать. Я думаю, что будет нелегко, но мы выдержим». «Самое сложное, когда записываешь доходы его. То есть там очень много по месяцам и можешь случайно в цифре ошибиться. И да, все к праху, как говорится. То есть надо опять очень много времени тратишь на то, чтобы перепроверять все, переписывать. И этим можешь проиграть». Может быть потому, что учителя, в отличие от учеников, постоянно проверяют домашние задания, времени на заполнение декларации они затратили меньше. Победителями деловой игры стали Наталья Шулятьева и Андрей Заднепранец. Их время 7 минут 29 секунд. Шестиклассникам понадобилось чуть больше 10 минут. Софья Прохорова и Даниил Шипелов на третьем месте. В общекомандном зачете победили учителя. Команды заполняли декларацию формы 3 НДФЛ в специальной компьютерной программе. Кстати, налогоплательщики могут скачать эту программу на сайте налоговой службы. «Не надо расстраиваться, если, например, жители нашего города или области не смогут заполнить. У нас как раз в пятницу и в субботу будут проходить дни открытых дверей, где люди могут прийти к нам в инспекцию. И инспектора каждому помогут заполнить, подскажут, как заполнить налоговую декларацию». Напомним, что срок подачи налоговой декларации о доходах физических лиц истекает 30 апреля.